Всем привет! В обновлении Элиту Драма и Сквол, на которой я уже сделал обзор, появилась новая структура, театр или же сцена. Там рассказывается сюжет о становлении Чарли Королевой Константы. Разработчики говорили в своем современном Твиче, что будет добавлять больше сцен по мере обновления. Это подтверждается тем, что когда заканчивается основная сюжетка, театр не закрывается и никаких наград вы не получаете. А обычно после окончания сцен он должен закрываться. В этом видео озвучена только основная сюжетная линия. Маленькие второстепенные сюжетки будут отдельным видео. Люди, снимающиеся в этом видео, были взяты из моего дискорд сервера. У них, кстати, тоже есть свой ютуб канал. Ссылки на их каналы в описании. Если тоже хочешь поучаствовать в следующем видео, заходи. Не буду тянуть и начнем. Акк первый. Да, сцена первая. Давным-давно в далеких краях странная магия наполнила воздух и оживила фарфоровую куклу. Ах, я могу двигаться руками и ногами. Вот оно, каково чувствовать себя живым. И что за огромный мир для существования в нем. Так много вещей, что я способна ощутить. Так много вещей, что я могу увидеть. Я должна изучить все до последней крупицы. Мысль о том, чтобы начать свою жизнь, наполнила сердце куклы счастьем. Но не каждый был с этим согласен. Какие таланты встречаются нечасто. Слава богу. Акк первый. Сценка вторая. Верно? Кукла сначала побежала к кузнецу, который заботился о ней до сей поры. Кузнец сам по себе был мал. Кузнец был рад видеть. Кто кукла жила? Однако, постург быстро сменился на тревожность. Маленькая кукла, ты должен быть осторожен. Мир полон опасностей. Для столь хрупкого существа вроде тебя. Это просто не место для девочки-куклы. Но я знаю, что делать. Ты будешь защищена моими прекрасными доспехами. С ними тебе нечего бояться. Кузнец направился к своему рабочему месту, чтобы создать тяжелые железные доспехи. Маленькая кукла надела их. Но вот, к несчастью, в них она не могла двигаться. В этой броне так тяжело. Мне кажется, что я сейчас... Кукла подождала, пока настанет тьма, и кузнец уснет. Затем она сбросила тяжелую броню. И сбежала, чтобы начать свои приключения. Кузнец сводит меня с ума. Не знаю. Актерская игра была неуклюжей. Акт первый. Сцена три. Да, сцена три. Маленькая кукла гуляла и гуляла, Удивляясь, как сельская местность уступила место шумному городу. Однажды она повстречала мужчину с золотой короной, гуляющим по дороге. Он покрутил пальцем в воздухе. И деревья, да цветы, заблагоухали под его командой. Толпы людей собрались посмотреть на это шоу. Глянь на этого парня. Что за хвастовство? Извините, сэр. Как вы заставили те растения благоухать? Это волшебство, дорогуша. Я не просто сэр. Я король этой земли. Ох, сильно извиняюсь. Я никогда не встречала королей до сей поры. И не знала, как они выглядят. Хо-хо. По правде говоря, я никогда не встречал кукол. По крайней мере, живых. Может, нам стоит отправиться в путь вместе? Эта дорога такая длинная и столь одинокая. Как прекрасно! Можете ли вы по пути научить меня магии? Я был бы только рад. Походу, сюжет усложняется. Или ухудшается. Возвратились изон тракта? Да. Переходим к какту-2. Цена первая. Время шло, и король провожал маленькую куклу. Через столь многие чудесные приключения. Кукла часто спрашивала про магию короля. И научит ли он её? Но король всегда отстранялся от этой темы. Не сегодня маленькая кукла. Я слегка не в форме. Боюсь, я не смогу. К тому же сегодня полнолуние. Дорогая моя, это нереализуемо. Знала ли ты, что плохая примета учить магии к среде? Кукла верила королю. Так она ждала и ждала. Пока однажды Она не нашла потайную комнату в замке короля. И узнала его секрет. О, привет, кто ты? Да нет имени. Я известен как волшебное зеркало. Твой король убрал мою силу И спрятал меня тут. Как я жажду свободы. С тем значимым вкусом нынешнего мира. Я так и знал. И доверял этому королю. Ужас. Какой кошмар. Не волнуйся. Я помогу тебе покинуть это одинокое место. Нет. Мой секрет был раскрыт. Ты меня обманул. Теперь пришла эта отважная кукла освободить меня из этого заточения. Назад. Я сказал. Твоя магия принадлежит мне. Зеркало. Я никогда не пущу тебя на свободу. Магический взрыв. Нет. Мне пора. Магический взрыв. Пишите. Два. Цена. Твоё время. У меня кончено, кукла. Очнись. Я жива. Но я чувствую изменения. Лучше, чем когда-либо было. И когда лом столько сил, сколько имел. Но без магии, которую король украл меня, я не смогу сделать вас полноценной юной леди. Вы должны разыскать его. Но будьте внимательнее. Вы сами видели всю его сущность. Я поговорю с ним. И помяни мои слова. Зеркало. Мы оба вновь обретём полноценность. Акт 2. Цена 3. Кукла обрыла весь замок в поисках короля. И нашла его, спрятавшись за троном. Оставь меня в покое, чудовище. Я просто бедный, хелый старик. Эм. И мать моя болеет. И я всё, что у неё есть. Тот, кто может заботиться о ней. Конечно, я планировал построить дом для одиноких сирот. И. Эм. Ты ведь не станешь бить парням в очках? Не так ли? Ты так напуган в виде своего старого друга. Кукла? Не может быть. Ты же... Зеркало пробудило меня от вечных снов. Я чувствую то, что чувствует оно. Мы собираемся помочь друг другу, стать полноценными. Но для этого понадобится твоя сила. Моя сила? Никогда. Магическое исчезновение. Магическое исчезновение. И вот так король использует свою магию, дабы скрыть себя и свой трон далеко туда, куда невозможно добраться маленькой кукле. Это финальный акт. Цена первая. Так захватывающе. Скоро конец. Кукла искала его повсюду, но время шло. Казалось, король не держал победу. Пока однажды... Веселье! Веселье! Король не веселый на своем троне. Веселье! Веселье! Он призвал шутов, чтобы посмотреть, как мы играем. Он нас призвал издалека. Мы выступим для того, кому не весело на троне. Королю стало скучно? Похоже, он уже стал беспечным. Если я отправлюсь с этими шутами, то они меня приведут к нему? Как странно. Мне кажется, что за мной следят. Что за предрассудки? Акт 3. Цена вторая. Хоть и приключение было долгим, суждения куклы подтвердились. Она следовала за шутом всю дорогу до замка короля. Осторожно, не попадаясь на глаза. Шут! Тебе не было много времени. Я устал тебя ждать. Мой король! Позвольте мне развлечь вас моими лучшими шутками! Упс! Нет! От волнения неуклюжий шут сбросил короля с трона. Но годы дали свое. Когда он упал на пол, его старое тело превратилось в пыль. Ох, походу, теперь я король. Но трон уже достаточно долго был шут. Возможно, то, что нужно этому королевству, это королева? Спецэффекты становятся лучше. Но уж точно не актерская игра. Финальная сцена Заключительного акта Наконец-то! Все, как ты и говорил. Я стала немного больше и полноценной. Но почему нельзя сказать про тебя того же? И вы... Я был разбит задолго до встречи с королем. Но даже с его силой меня невозможно восстановить. Я дала тебе обещание, зеркало. И доведу дело до конца. Я найду силу, которая исправит тебя. Я отплачу за все, что ты мне дала. Итак, предательский король ушел и был забыт. Маленькая кукла стала справедливо грозной королевой. Люди земель ликовали. И волшебное зеркало знало. Они, наконец, нашли того, кто освободит их. Я люблю счастливые концовки. А я счастлив, что это все закончилось. На этом и закончился основной сюжет маленькой драмы. Спасибо всем, кто принял участие в данном ролике. Без них он бы не появился. А на этом все. Спасибо за просмотр. Спасибо. 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 Спасибо.